Тит-нат-хан. Мир в каждом шаге. Часть первая. Дыши! Ты жив! 24 совершенно новых часа. Каждый день, когда мы просыпаемся, перед нами 24 совершенно новых часа жизни. Какой драгоценный дар! У нас есть возможность прожить эти 24 часа так, чтобы они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим. Покой есть прямо здесь и сейчас, в нас и во всем, что мы делаем и видим. Вопрос в том, в контакте ли мы с ним или нет. Нам не нужно ехать далеко, чтобы полюбоваться голубым небом. Нам не нужно покидать город или окрестности, чтобы насладиться глазами прекрасного ребенка. Даже воздух, которым мы дышим, может быть источником удовольствия. Мы можем улыбаться, дышать, гулять и есть пищу так, что это позволит нам быть в контакте с тем изобилием счастья, которое доступно нам. Мы хороши в подготовке к жизни, но не в самой жизни. Мы знаем, как пожертвовать 10 лет ради высшего образования, и мы готовы упорно трудиться ради того, чтобы получить работу, машину, дом и так далее. Но мы с трудом вспоминаем о том, что мы живем в настоящем миге, что есть только этот мир, чтобы жить. Каждый вдох и каждый шаг, который мы делаем, могут быть наполнены покоем, радостью и ясностью. Мы нуждаемся только в том, чтобы проснуться и жить в настоящем мгновении. Эта маленькая книга есть колокол, призывающий вас к осознанности, напоминание о том, что счастье возможно только в настоящем. Конечно, планировать будущее – это часть жизни, но даже планирование может происходить только сейчас. Эта книга есть приглашение вернуться в настоящий миг и найти спокойствие и радость. Я предлагаю вам немного своего опыта и ряд техник, которые могут помочь. Но, пожалуйста, не дожидайтесь окончания книги, чтобы найти спокойствие. Мир и счастье возможны в каждый миг. Мир в каждом шаге. Мы пойдем, взявшись за руки. Приятного путешествия! У одуванчика моя улыбка. Очень важно, если улыбается ребенок. Если взрослый улыбается. Если в нашей ежедневной жизни мы можем улыбаться, если мы можем быть спокойными и счастливыми, то не только мы, но и каждый может получить от этого пользу. Если мы действительно знаем, как жить, что может быть лучше, чем начать день с улыбки. Наша улыбка утверждает нашу осознанность и решимость жить в мире и радости. Источник искренней улыбки – пробужденный ум. Как можно помнить о том, чтобы улыбаться, когда вы просыпаетесь? Вы можете повесить себе напоминание в виде веточки, листика, рисунка или что-нибудь, содержащее слова-напоминание на окне или на потолке, над кроватью, так, чтобы это привлекало ваше внимание, когда вы просыпаетесь. Когда вы развили практику улыбки, вам не нужны будут напоминания. Вы улыбнетесь, как только услышите пение птиц или увидите солнечный свет, струящийся через окно. Улыбка поможет вам подойти к новому дню с мягкостью и пониманием. Когда я вижу, как кто-то улыбается, я сразу знаю, что он или она находятся в осознанном состоянии. Это полуулыбка, которой добиваются многие художники на губах бесчисленных статуй и картин. Я уверен, что та же самая улыбка была на лицах самих художников и скульпторов, когда они творили. Можете ли вы представить себе сердитого художника, рождающего такую улыбку? Улыбка Монны Лизы легка. Это просто намек на улыбку. Уже только улыбки достаточно, чтобы расслабить все мышцы лица и прогнать прочь все тревоги и усталость. Крошечный бутончик улыбки на наших губах питает нашу осознанность и удивительно успокаивает. Она возвращает нам спокойствие, которое мы считали утраченным. Наша улыбка будет приносить счастье нам и всем окружающим. Даже если мы тратим огромные деньги на подарки каждому в нашей семье, мы не можем им купить нечто такое, что подарит им столько же счастья, как дар нашей осознанности и нашей улыбки. И этот драгоценный дар ничего не стоит. В конце ретрита в Калифорнии одна участница написала такое стихотворение «Пусть потеряна моя улыбка, но в этом нет печали. Улыбка есть у одуванчика». Если вы потеряли свою улыбку и еще способны увидеть, что одуванчик сохранил ее для вас, то все не так уж плохо. У вас есть достаточно внимания, чтобы заметить, что улыбка есть. Вам только нужно сделать один или два сознательных вдоха, и вы вновь обретете свою улыбку. Одуванчик – лишь один из числа ваших друзей, и он здесь, преданный вам, хранящий улыбку для вас. Фактически каждый, кто вас окружает, хранит для вас улыбку. Вам не нужно чувствовать себя изолированным. Вам просто надо открыться той поддержке, которая есть вокруг вас и внутри вас. Как девушка, которая увидела, что одуванчик сохранил улыбку для нее, вы можете дышать осознанно, и улыбка вновь вернется к вам. Осознанное дыхание Существует большое количество различных дыхательных техник, которые вы можете использовать для того, чтобы прибавить ясности и радости в своей жизни. Первое упражнение очень простое. Когда вы вдыхаете, скажите себе «Вдыхая, я знаю, что я вдыхаю». А когда вы выдыхаете, скажите «Выдыхая, я знаю, что я вдыхаю». «Выдыхаю». Только это. Вы осознаете свой вдох как вдох и свой выдох как выдох. Вам даже не нужно повторять все предложение. Достаточно двух слов. Вдох и выдох. Эта техника поможет вам сохранять свое внимание на дыхание. По мере того, как вы будете практиковать, вы будете становиться более спокойным и мягким, и ваш ум и тело тоже будут становиться более спокойными и мягкими. Это нетрудное упражнение. За несколько минут вы поймете, к чему ведет эта медитация. Вдыхать и выдыхать очень важно и приятно. Наше дыхание – это связь между нашим умом и телом. Иногда наш ум думает одно, а тело делает другое. Они не объединены. Концентрируясь на дыхании, вдохе и выдохе, мы возвращаем тело и ум друг к другу, делаем их снова одним целым. Осознанное дыхание – это важный мостик. Для меня дыхание – это удовольствие, которое я не могу упустить. Каждый день я практикую осознанное дыхание, и в своей комнате для медитации я написал такую фразу – «Дыши, ты жив!» Просто дыхание и улыбка могут сделать нас очень счастливыми, потому что, когда мы дышим осознанно, мы возвращаемся неожиданно и полностью в настоящий миг. Настоящий миг – прекрасный миг. В нашем деловитом обществе будет большой удачей дышать осознанно постоянно. Мы можем практиковать осознанное дыхание не только в комнате для медитации, но даже в офисе, дома, в машине, в автобусе, везде, где бы мы ни находились в течение дня. Существует много упражнений, которые могут помочь нам дышать более осознанно. После простого упражнения «вдох-выдох» мы можем говорить про себя следующие строки, когда мы вдыхаем и выдыхаем. «Вдыхая, я успокаиваю тело. Выдыхая, я улыбаюсь. Пребывая в настоящем мгновении, я осознаю, что оно прекрасно». Вдыхая, я успокаиваю тело.